Приветствую, уважаемые натуралисты, с вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Господа, у нас снова рубрика «Безбашенное семейство куньих». Про росомаху и медоеда я уже молчу, но чего стоит ласка, горностай или бесстрашные гигантские бразильские выдры, которые сообща могут спокойно вальнуть крокодила или ягуара. Обо всех этих спецназовцах в нашей видео энциклопедии уже есть ролики, которые вы сможете найти в плейлисте семейства куньих. Ну, а сегодня у нас в гостях очередная бесстрашная ныряльщица рыболов. Встречайте канадскую выдру, весьма хищное млекопитающее семейство куньих, обитающее в Северной Америке. Когда-то канадская выдра населяла всю Северную Америку, однако на сегодня в большинстве Соединенных Штатов она больше не встречается. Канадская выдра обитает в реках и озерах Северной Америки. Места обитания вида от тундровой зоды до Мексиканского залива. Зимой в поисках кого бы съесть канадские выдры совершают многокилометровые миграции в поисках водоема, не затянутого льдом, ибо любят наши сегодняшние дальние родственницы росомахи рыбку. По суше выдры передвигаются прыжками. Зимой эти прыжки чередуются с длинным скользящим ходом. А вот в воде канадская речная выдра чувствует себя как те, кем она питается, то есть как рыба. Канадская выдра — чрезвычайно искусный пловец. Этому способствует и строение ее длинного веретенообразного тела. Внешне канадская речная выдра похожа на своих сородичей. Она имеет плотное короткое тело цилиндрической формы. Канадские выдры крупнее обыкновенных выдр. Длина тела составляет 90-120 см, а вес до 14 кг. Круглые маленькие глаза посажены высоко, поэтому выдра имеет хороший обзор. Глаза защищает мигательная перепонка. Благодаря этому III веку речная выдра может видеть под водой. Когда выдра ныряет, ноздри и уши смыкаются. Задние лапы у них длиннее передних, благодаря чему выдры очень хорошо плавают. Если речная выдра плывет медленно, она гребет всеми лапами, а при быстром плавании она прижимает передние конечности к телу и совершает огромные толчки задними ногами и мощным хвостом. В управлении основную роль играет шея и лапы, но также они могут поворачиваться при помощи хвоста. Теплый мех выдры покрыт водоотталкивающей жировой смазкой, но выдре приходится тщательно ухаживать за своей шубкой, чтобы она сохраняла свои свойства. Канадские выдры охотятся ночью в малонаселенных районах. Выходят на охоту утром и вечером. Основа ее рациона – рыба. В частности, охотятся на гальянов, форель, самов, карпов, акуней. Иногда ловят лягушек, насекомых и мелких животных, в частности, детенышей бобров. Канадская выдра охотится недалеко от поверхности воды. Заметив добычу, она ныряет и после короткой погони настигает ее, впиваясь острыми зубами. Мелкую рыбу выдра съедает, лежа на спине и придерживая пищу лапками на груди, прямо как это делают каланы. Кстати, канадские выдры способны нырять на глубину воды, около 18 метров. В мутной воде они охотятся с помощью своих чувствительных усов – вибрисов. Они ощущают вибрацию воды, которая исходит от жертвы. Также, отыскать пищу в воде выдрам помогает их острый нюх. Я вот представить не могу, как можно использовать нюх под водой. Ну да ладно. Если же клёво нет, то выдры не брезгуют ягодами и плодами. Особенно они любят чернику, наверное, чтобы лучше видеть. Хотя, по статистике примерно 80% диеты речных канадских выдр состоит из водной живности. Канадские выдры могут жить как поодиночке, так и парами или небольшими группами. Чаще всего, группа представляет собой семью и самочки, и её потомство. Охотничьи участки у выдр обширные. Они могут иметь протяжённость по береговой линии 40-50 км. Эту территорию выдры регулярно патрулируют во время охоты. На каждые 4 км реки приходится примерно по одной выдре. Канадские выдры стараются избегать общения с себе подобными, поэтому помечают свои наделы секретом, выделяемым из желёз, находящихся у основания хвоста. Между собой же выдры вполне хорошо общаются, издавая разнообразные звуки, крики, свист, ворчание, щебетание, чириканье и даже хихиканье. Сезон любви у канадских выдр длится с марта по апрель. Самочка делает логово в норе среди густых зарослей рядом с водой. В такой норе обычно имеется и надводный, и подводный вход. Самка сооружает внутри логова гнездо, используя для этого тонкие веточки. Беременность у канадской речной выдры продолжается 10-12 месяцев, ибо оплодотворение отсроченное. Фактически же беременность длится всего 2 месяца. Детеныши появляются на свет слепыми и беспомощными, но покрытые шерстью. Выводки может быть от 1 до 4 детенышей. Глаза у них открываются на 35-й день. В возрасте 10 недель детеныши выходят из нор. Папаша нередко присоединяется к семье, когда детенышам исполняется 6 недель. В 2 года выдрята получают свой канадский паспорт и начинают уже рыбачить по-взрослому. Естественными врагами канадских выдр являются койоты, рыжие лисы, аллигаторы и крупные хищные пернатые. Койоты, кстати, иногда отжимают у выдр улов. Продолжительность жизни канадских речных выдр в дикой природе составляет 12-15 лет, но в неволе они могут прожить до 23-х. Неестественные враги у канадской выдры тоже есть, ибо лысые приматы охотятся на канадских выдр из-за их густого и красивого меха. Из-за подобного живодерства численность выдр значительно сократилась, особенно это касается восточных штатов США. А вы знали, что у большинства выдр есть специальные кармашки под мышками для заначки, пишите в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху, приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова